Защита морских млекопитающих, играющий со смыслом. В Наринмаре в четвертый раз прошел экологический семейный фестиваль «День моржа». Главными его героями и участниками стали дети, ведь прививать экологическую культуру, считают организаторы, необходимо с самого детства. Программа экологического праздника, как всегда, насыщенная. Прежде всего, участникам предстояло сдать моржовые нормы комплекса ГТО. Берешь с собой пару друзей и вперед сдавать нормативы. Забить гол в хоккейные ворота, перепрыгнуть через нарты, проскакать в мешке, ответить на вопрос викторины. Всего 10 станций. Мы прошли уже прыжки через нарты, моржовый боулинг и хоккей. Пока команда Ксении Веневской успешно проходит испытания. За выполнение заданий ребята получают наклейку. Заполненный наклейками бланк команда сможет обменять на экоподарки. На экологический праздник ребята приходят третий год подряд. А вот сдают моржовое ГТО впервые. По мнению посла ГТО в Ненецком округе Ирины Коткиной, моржовые игры – это отличная возможность подготовиться к сдаче настоящих нормативов. Сегодня мы проводим веселые моржовые нормы ГТО. В надежде на то, что наши на Ринмарсе придут и будут выполнять настоящие нормы ГТО, мы раздаем вот такие инструкции, очень простые, о том, как это сделать. Мы всех вас ждем в центре тестирования ГТО, в Людовом дворце труд. Но все-таки главная идея праздника – обратить внимание на проблему сохранения морских млекопитающих. По данным экологов, на сегодня в районе Баренцево море обитает порядка 4,5 тысяч особей Атлантического моржа. Их очень мало осталось. Почему их осталось мало? Потому что люди ловят их и загрязняют всякие водоемы, где живут моржи. Для их защиты ведется работа с нефтяными компаниями, населением и туристами, которые посещают места лежбищ животных. Не менее значимы и такие праздники, как День моржа. Он был организован 24 ноября 2008 года. Инициаторами акции стали Свет по морским млекопитающим и Фонд защиты дикой природы. Мне здесь нравится абсолютно все. Потому что мы начинали этот праздник вместе с нашими коллегами. И когда, я помню, первые дни, первые разы, когда приходили туда буквально считанные, первые десятки, наверное, людей, до такого масштабного праздника, который у нас учатся сегодня. И очень хочется надеяться, я верю в том, что у нас праздник будет проходить каждый год все масштабнее и масштабнее. И мы можем вполне составить конкуренцию Дню тигра, который проходит каждый год во Владивостоке. Это акция, в которой принимают десятки тысяч людей. По мнению Олега Суткайтиса, морж вполне может стать символом Ненецкого округа. А чтобы будущие поколения смогли наблюдать его не только в книгах, но и в дикой природе, экологи сделают всё возможное. И помощь населения региона для них очень важна.